Здравствуйте, товарищи! К нам в фонд Рабочей Академии пришло такое письмо от того человека, который занимается организацией профсоюзов. И он спрашивает, я вот решил почитать или познакомиться с материалом на тему о том, а в чем вообще необходимость профсоюза. И стал искать ролики, и таких роликов не нашел. Ну, вот я тоже не припоминаю таких роликов. Хотя у нас недавно, сравнительно, в 2018 году вышла брошюра, которая издана Невиновским институтом экономики, управления и права Федерации профсоюзов России. фондом Рабочей Академии, институтом теории и практики профсоюзного движения, которая называется «Участие профсоюзов в создании и деятельности Советов». Материалы международной научно-практической конференции «Нижний Новгород» 13 октября 2017 года. Вот эта брошюра. В этой брошюре есть вступительная статья. Первая статья доктора экономических наук, профессора, консультанта Российского комитета рабочих и вице-президента фонда Рабочей Академии под названием «Участие профсоюзов в создании и советов. Закономерность борьбы за свободное всестороннее развитие всех членов общества». И в этой статье, и в других статьях, которые есть вот в этой брошюре, раскрыта необходимость создания профсоюзов, необходимость действий профсоюзных и так далее. Но я думаю, что уж поскольку так стоит вопрос, стоит на эту тему поговорить специально. Итак, в чем необходимость профсоюзов? Необходимость в том, чтобы совместно бороться за свои интересы ощутили рабочие в самом начале появления капитализма. В самом начале появления капитализма первое, с чем начали бороться еще темные рабочие, с тем, что они начали бороться со средствами производства. Помните, было такое движение «Луддитов». Они думали, что капитал состоит в том, что вот эти средства производства, которые появились, они их выкидывают, они заставляют их очень долго работать и так далее. И рабочие пытались сломать эти средства производства, бороться с ними, а вовсе не с капиталистами и не с капиталом как таковым. Но дальнейшее развитие показало, что это, конечно, неправильно, что нужно понимать, что сами средства производства, они станки, машины, оборудование, они не виноваты. Все дело в том, кто является собственником этих машин и оборудования. И вот капиталист в этом смысле является персонифицированным капиталом. Вот эти самые средства производства – это средства закабаления трудящихся. Но они средства закабаления трудящихся только благодаря тому, что они в собственности капиталисты. А если бы они были в собственности общества, были бы в общественной собственности, они бы обеспечивали полное благосостояние и свободное всестороннее развитие всех членов общества. Но путь к этому очень далек, как известно, и в начале борьба коллективная началась за удовлетворение общих интересов. А какие общие интересы? Значит, для того, чтобы начать повышать свою заработную плату, а это самый первый и самый элементарный интерес, и всем понятный интерес, чтобы бороться за повышение своей заработной платы, нужно соединяться с такими коллегами, с такими товарищами, которые находятся в похожих условиях. С кем надо соединяться? Ну, скажем, токари должны с токарями и соединяться. Металисты – с металистами. Деревообделочники – с деревообделочниками. Потому что они почувствовали, что кто находится в таком же экономическом положении, у него такие же точно интересы. Может быть, они это не выражали так научно, но они поняли, что у них есть общность интересов, и если они будут действовать совместно и будут совместно противостоять давлению капиталистов, то они смогут повысить свою заработную плату. Поэтому началась с первых уже, можно сказать, десятилетий существования капитализма, началась борьба за повышение заработной платы. И эта борьба с того времени не прекращается. Но очень скоро обнаружилось, что в этой борьбе за повышение заработной платы нельзя многого добиться, если не создать специальные организации, если не сделать такие объединения рабочих одной профессии. Вот объединение рабочих одной профессии называется профессиональными союзами. И раньше это называлось так, что люди стали бороться, рабочие стали бороться, за право на объединение в профсоюзе, за право на объединение. И борьба за право на объединение, и это объединение позволило им добиваться успеха в борьбе за повышение заработной платы. Все повышение заработной платы за все время существования капитализма никогда не было подарком со стороны капиталистов, и всегда выбивалось борьбой рабочего класса. В том числе и прежде всего забастовочной борьбой или угрозой забастовки. Но некоторые товарищи этого или не знают, или не понимают, и они сидят и ждут, когда капиталист повысит им заработную плату. Но кто такой капиталист? Это человек, который покупает их рабочую силу. Покупатель. А что такое заработная плата? Это цена рабочей силы. Рабочую силу продает рабочий. Поэтому рабочий продавец товара рабочая сила, а капиталист покупатель. Ну подумайте сами, может ли быть такой покупатель, который заинтересован в том, чтобы повысить цену на то, что он покупает. Нет, конечно, таких покупателей, нет. Поэтому совершенно ясно, что капиталисты не заинтересованы в повышении заработной платы рабочим. Они по-разному называют это. Например, в современном российском кодексе законов о труде, в Трудовом кодексе России, говорится, что зарплата – это якобы вознаграждение за труд. На самом деле, вот по тем данным, которым мы располагаем сейчас, примерно за час своего труда рабочие создают эквивалент своей заработной платы. Остальные семь часов работают для создания прибавочной стоимости для капиталиста. Поэтому кто кого вознаграждает? Рабочие вознаграждают капиталисты. А в Трудовом кодексе записано, что зарплата – это вознаграждение рабочим за труд. Вот это, конечно, большой обман. Но я думаю, что это все понимают, что такое заработная плата сегодня. Что заработная плата – это не цена труда, потому что тогда была бы просто эквивалентность, и не было бы эксплуатации, не было бы ограбления рабочих. А это цена именно рабочей силы. А дальше, если рабочей силой вы продали, дальше уже хозяин этого товара, поскольку вы продали на какое-то время, на время рабочего дня, он им распоряжается. А вы никак уже не распоряжаетесь этой своей рабочей силой, и начнете ей распоряжаться, когда уйдете с завода, или когда вы перешагнете через пункт охраны, выйдете со своего предприятия. Вот через некоторое время в ходе той борьбы, которую вели рабочие, обнаружилось, что, оказывается, борьба за объединение, борьба за профсоюзы, оказывается важнее борьбы за зарплату. Почему? Тот, кто сумеет объединиться в профсоюзах, тот, кто сумеет создать профессиональное объединение, тот сможет добиться зарплаты. А тот, кто будет напрямую бороться только за зарплату, он не сможет успешно бороться и не добьется повышения зарплаты. Или в меньшей степени будет иметь успехи в борьбе за повышение заработной платы. Есть такая работа у Карла Маркса «Нищета философии». Это ответ на книгу Прудона «Философия нищеты». И вот, раскритиковывая Прудона, Маркс сам подчеркивает, что очень быстро рабочие, поднявшиеся на борьбу за повышение своей заработной платы, обнаружили, что могучим средством повышения зарплаты является объединение в профсоюзах. Потому что, когда вы коллективно боретесь, то вы побеждаете, а когда вы в одиночку боретесь, то вы проигрываете. Каждый рабочий по отдельности слабее капиталистов. А все рабочие, если они объединились, рабочие одной профессии, они знают свои возможности, они могут остановить все колеса, которые вращаются их руками. И поэтому они могут поставить капиталиста перед фактом, что либо он повышает им заработную плату, либо он теряет свою прибыль. А вот когда он уже чувствует, что он теряет свою прибыль, теряет свою прибавочную стоимость, вот тогда он идет на уступку. И тогда у него другого хода нет. Вот почему так получилось, что, как выяснилось исторически, что право на объединение в профсоюзе выше даже по значению в борьбе рабочих, чем борьба за заработную плату. Потому что не создадите себе профсоюза, не сделаете себе союз работников одной профессии, ну тогда, значит, вы не добьетесь успеха в самых элементарных вещах. Но это такой взгляд исторический. То есть исторически необходимость объединения в профсоюзы появилась или была доказана опытным путем. Будут профсоюзы, будет успех в борьбе за заработную плату. Не будет профсоюзов успеха, может и будет, но в меньшей степени. Скажем, современный трудовой кодекс российский, трудовой кодекс России, он это не подчеркивает. Он вовсе никакого нажима на объединение в профсоюзе не делает. Наоборот, он как бы ставит вопрос так, что существуют партнерские отношения между работниками и работодателями. И в партнерские отношения могут вступать не обязательно работники через профсоюзы. Он как бы им дает возможность альтернативы. Дескать, вы можете собрать конференцию, можете представить, как трудно собрать конференцию рабочим, не имея профсоюз. Это очень трудно, это редко кто вообще делает. Вот можете собрать конференцию, а чтобы собрать конференцию, надо установить норму представительства, надо всех обойти, надо подготовить повестку, надо найти зал, а никто не собирается вам давать зал. Или надо изощриться, например, в обеденный перерыв, когда вам никто не скажет, что вы срываете работу, потому что обеденный перерыв или время обеденное – это свободное время рабочих, они могут распоряжаться, как хотят. Поэтому надо так подготовить конференцию, чтобы вы за время обеда, которые всего час успели, решить все вопросы, и открыть, и избрать все, что надо, и принять необходимые требования, оформить это должным образом, избрать делегатов на необходимую конференцию, дать поручения своим делегатам, чтобы они голосовали за ваши требования и так далее. Вот для этого и нужен профессиональный союз, потому что профессиональный союз – это не то, что вот сейчас некоторые товарищи инициативным образом собрали конференцию, а потом у одного одни проблемы, у другого другие проблемы, у третьего третий, эти товарищи разошлись, и все пропало. А профессиональный союз, он, как бы, эту организацию, способность рабочих выступать заедино, выступать общими усилиями за общие требования, он ее закрепляет. Конечно, как у всякой организации, есть у нее положительная сторона, есть у нее и отрицательная сторона, то есть все противоречиво. В чем положительная сторона профсоюзов? Вот Ленин, вслед за Марксом, тоже отмечал выдающуюся роль профсоюзов, всегда об этом поддерживал. Вообще, надо сказать, в советское время руководитель профсоюзов входил в политбюро обязательно, пока хрущевские времена не настали. И большую роль профсоюзы играли в организации всей общественной жизни. Они именно представляли самые непосредственные и близкие, и понятные рабочим интересы. Вот профессиональные союзы Ленин называл школой коммунизма. Как это понимать? Некоторые делают упор на коммунизм. Дескать, вот какая же это школа коммунизма, когда люди впервые борются только за зарплату, за улучшение условий труда. Это, так сказать, первые шаги, а вы же говорите о коммунизме. А что значит коммунизм? Комуниз, это латинское слово, переводится очень просто, это общий. Комуниз, то есть рабочий приучает сражаться за общие интересы. В этом смысле профсоюзы оказываются в самой первой организации, где рабочие борются за общественные интересы, за общие интересы. Но эти общие интересы могут быть очень узкими. Это, вот скажем, если это собираются металлисты, то это только за интересы металлистов. Если это деревообделочники, то это только интересы деревообделочника. Но почему эта школа? Потому что это первые шаги в борьбе за общие интересы, за общее дело. Вот с этого начинается движение к тому лозунгу, который выдвинули Маркс и Энгельс, что пролетарии всех стран соединяются. Для того, чтобы они всех стран соединились, надо начать хотя бы с того, чтобы все токари объединились между собой. Они действовали в разнотык, в разнобой. Поэтому это именно школа. Это вот подчеркивать нужно, что это первые шаги, что это школа коммунизма. С другой стороны, это школа именно коммунизма, потому что за общие цели идет борьба. И тогда, если люди приучаются организовываться для решения общих вопросов, они становятся способными к тому, чтобы контролировать производство, бороться с капиталистами и бороться за улучшение самых разных сторон своей деятельности. Более того, эта борьба рабочая с капиталистами не разовая. Если она не разовая, то значит она требует постоянной таких организаций. Поэтому профсоюзы должны быть не однодневками такими, сегодня возникли, завтра пропали. Они должны быть все время в действии, и они должны все более глубоко выражать интересы работников, и все более активно и организованно помогать рабочим добиваться успеха. Что для этого существует? Для этого существуют уже инструменты этой самой борьбы, скажем, самым главным инструментом борьбы рабочих за улучшение своего положения является коллективный договор. То есть это вот самое главное профсоюзное средство. Если люди начали учиться в этой школе профсоюзной борьбы, то первое, чему они должны научиться, это научиться бороться за хороший коллективный договор. Что такое коллективный договор? Коллективный договор – это локальный нормативный акт, то есть это норма права. Но это какая норма права? Которая действует только на этом предприятии. То есть каждый коллектив в нашей России, согласно закону, может принять по согласованию с администрацией, то есть с работодателем, принять коллективный договор. И как только он его примет, то неважно, какие законы в России действуют. Хуже, чем по закону российскому нельзя, а лучше в коллективном договоре – пожалуйста. То есть, скажем, если у вас отпуск 30 дней, вы можете сделать 50, как в свое время, 55 было у докеров. Если у вас рабочий день в России, законодательно установленный, 8 часов, пожалуйста, вы можете сделать 6 часов, 5 часов, 4 часа, 3 часа, никаких запретов на это нет. Все дело в том, о чем вы договоритесь с своим работодателем. Но как можно договориться с работодателем, который заинтересован в том, чтобы получать максимальную прибыль, и который не хочет идти ни на какие уступки? Договоренность с работодателем может быть только в порядке конфликта. А как, с чего начинается конфликт? Конфликт начинается сначала с переговоров, с обсуждения. То есть сначала люди убеждаются, что они могут вести переговоры. Кто является представителем работников на переговорах? Либо это вот люди, которых избрали на конференции в разовом порядке, а это очень сложно. Вы их один раз попробовали избрать. Раз конференцию провели, два конференцию провели. Это очень трудно. Некоторые опускают руки. А если вы создали свою профсоюзную организацию, и в ней более половины работников, то уже сам профсоюз, то есть профсоюзный комитет, может представлять работника на переговорах без того, чтобы и конференцию создавать. Поэтому, что дает наличие профсоюзной организации? Наличие профсоюзной организации позволяет вести систематическую борьбу и наращивать эту борьбу, и успехи получать. Что должен сделать прежде всего профсоюз или профсоюзная организация, которую вы создали? Не важно, куда она входит, не важно, как она называется. Эта организация или маленькая, или большая. Всякая организация маленькая может вырасти в большую, а большая может, наоборот, ослабнуть. Поэтому на что нужно сделать основной упор? Упор надо сделать на то, что надо выразить интересы работников. А чтобы выразить интересы работников, надо создать хороший проект коллективного договора. У нас такие есть люди, можно сказать, нетерпеливые, которые хотят сразу пойти на переговоры с администрацией. Администрация их сразу переговорит. Потому что там сидят люди, которые с утра до вечера только делают, что разговаривают. А рабочие с утра до вечера, они имеют дело с металлом, со стружкой, имеют дело со станками, с машинами, с оборудованием, с топливом и так далее. Поэтому они в этой игре проиграют. Поэтому первое дело, что должны сделать работники, это составить хороший проект коллективного договора. Кто его может составить? Его может составить один человек. Вот, скажем, мы знаем колоссальные успехи докеров морского порта Санкт-Петербурга. Они сделали могучую забастовку, об этом у нас есть ролик. Об этом рассказывал товарищ Федотов, и я ему, так сказать, там помогал вспоминать некоторые детали, поскольку тоже в этом участвовал. Но все ведь начинается с того, что товарищ Федотов сел и составил проект коллективного договора. И хотя вот Маркс и Энгельс два человека, но, как вы понимаете, они одной ручкой не писали. Все равно кто-то делал сначала текст, а потом второй вносил какие-то правки и предлагал какие-то изменения. Скажем, манифест коммунистической партии как был написан? Так, что Энгельс сначала написал работу «Принципы коммунизма». Вы можете ее найти в собрании сочинений Маркса и Энгельса. А потом к этому подключился Маркс, и они вместе ее доработали. И появился манифест коммунистической партии, который разработан Марксом Энгельсом. Так вот, в роли такого Энгельса должен кто-то выступить из работников и составить проект. Сегодня задача эта очень сильно облегчена, потому что на сайте Фонда рабочей академии есть прекрасный коллективный договор докеров, который состоит из основной части, которую можно потребовать принять сначала, и еще 33 приложений, которые составляют неотъемлемую часть этого коллективного договора, и эти приложения приняты на отдельных переговорах. Вот этот самый коллективный проект коллективного договора, он как бы наращивался. Сначала появилась основная часть, и по ходу дальнейшего развития событий и переговоров в том числе появлялись и другие, и снова заключались. Законодательство наше не только дает возможность заключить коллективный договор на 3 года, и потом продлить еще на 3 года, то есть всего иметь данный коллективный договор сроком на 6 лет, но оно позволяет еще в любой момент начать переговоры по изменению и дополнению коллективного договора. Надо сказать, что те возможности, которые дает закон современного российского буржуазного государства, слабо используются рабочими, они их чаще всего просто не знают. Например, согласно закону, если вы от имени профсоюзной организации, которая охватывает более половины работников, или пусть она не охватывает больше половины работников, она просто собрала конференцию, решением конференции, профсоюзная организация собрала, и избрала представителей на переговоры. Вот люди, которые участвуют в переговорах, они освобождаются от работы с оплатой по среднему на срок до 3 месяцев. То есть вам работодатель обязан оплачивать, прежнему платить зарплату в течение 3 месяцев, а вы будете ходить по бригадам, по различным коллективам и с ними обсуждать, как добиться реализации своих требований, своих интересов. Но, с другой стороны, заранее можно сказать, что это очень полезное дело, переговоры, потому что на переговорах быстро выясняется, что разговорами с администрацией дела не решишь. И каждый раз приходят в свои бригады или в коллективы работники, которые участвуют в переговорах, и рассказывают, мы вот это предлагали, нам отклонили, мы вот это предлагали, нам отклонили, мы им одно, а не нам другое. Они говорят, денег нет, а мы спрашиваем, а сколько у вас денег? Говорят, это военная тайна и так далее. То есть самые богатые организации, самые прибыльные организации, они всё время плачут. Этот плач связан с тем, что у них такие капиталы, которые выводятся из России, которые используются для того, чтобы создать себе райские условия, и живут они в райских кущах, а здесь они прибедняются. Вот я многократно участвовал в переговорах, и всегда, когда профсоюзная организация ставит вопрос о том, что надо, сообщите, если вы говорите, что у вас тяжёлое финансовое положение, ну сообщите, какое у вас финансовое положение, и мы тогда, так сказать, может быть, скорректируем свои требования. Но никто никогда никаких данных не даёт, хотя по закону, по тем пунктам, которые имеются в Трудовом кодексе, администрация должна необходимые данные для переговоров давать. Закончились переговоры. По итогам переговоров обычно составляется протокол разногласий. Кто это может делать? Кто должен к этому готовить? Кто должен этому учиться? Этому тоже учит профсоюзная организация. Протокол разногласий – не такая сложная вещь. Берётся лист бумаги, делится вертикально пополам, в левой стороне вы пишете требования свои, что вы предлагали, а в правой стороне – и как обосновывали, а в правой стороне – что по этому поводу думает администрация, и как обосновывает. За левую часть вы отвечаете, за правую – администрация. Обычно такие протоколы разногласий подписываются совместно. Один человек от работников, один от работодателя. Иногда кто-нибудь работодатель отказывается подписывать, это вам не мешает. Вы можете зафиксировать своей подписью, что вот в этом состоят разногласия, и достаточно этого. Раньше наличие такого протокола разногласий было основанием для начала коллективного трудового спора. Эту норму из Трудового кодекса буржуазия изъяло. Теперь, вот вы закончили трёхмесячные переговоры, вот теперь, пожалуйста, если хотите вести коллективный трудовой спор, можете, опираясь на свой протокол разногласий, выдвинуть требования. Требования выдвигаются на конференции опять, на конференции трудового коллектива. Или, если вы уже набрали в профсоюзной организации больше половины работников, то это может сделать требование выдвинуть просто профсоюзный комитет, профсоюзная организация или профсоюзная конференция. Вот в этом смысле очень важна роль профсоюза. И вы выдвинули эти требования, Требования надо продумать, чтобы не получилось, что требования нам повысить зарплату в декабре. Декабрь пройдет, а в январе вам все понизит. То есть, скажем, требование может быть такое. Учитывая, что идет постоянная инфляция, у вас все время деньги из карманов вытаскивают, и реальное содержание зарплаты все время падает. Например, может быть такое, что каждый год в первом квартале повышать зарплату на индекс инфляции, то есть компенсировать инфляцию полностью, плюс 5% к этому. Тогда у вас будет рост реального содержания заработной платы. А если вы просто будете просить индексировать свою зарплату, то ваши требования пустяковые, потому что это означает, что вы не хотите улучшить свою жизнь. И что каждый раз у вас в течение года зарплата будет снижаться, снижаться реальная, а потом в конце года вы снова повысите эту зарплату до того уровня, который был в прошлом году. И то есть никогда ваша жизнь не улучшится, а у капиталистов она все лучше, лучше, и у них денег все больше и больше. И цифры это показывают. Скажем, за три года, которые прошли с 2013 года, за три года заработная плата, реальная зарплата, то есть реальное содержание заработной платы упало на 10% у работников России, а если мы возьмем количество долларовых миллионеров, оно выросло на 10% за этот срок, даже не за это, а только за 2016 год, а долларовых миллиардеров на 11%. А если мы возьмем 2017 год, то количество людей, которые обладают суммой денег в 500 миллионов долларов, выросло на 22%. И тогда, когда нам все доказывают, что денег нет, что надо прямо вот пойти чуть ли не на жертву, пожертвовать всеми пожилыми, чтобы они не дожили до пенсии и умерли за интересы капиталистов, хозяев нынешней жизни. В это время капиталисты жируют, и денег, море, эти деньги выливаются, как вы знаете, за наши границы, размещаются в офшорах, и никакого контроля, скажем, за тем, как действуют так называемые серые схемы, то есть оказывается у нас до 30% предприятий вообще ничего не платят в пенсионный фонд, то есть капиталисты экономят на этом, и все кладут это все в карман, а работникам говорят, ну ничего, зато мы вам в конвертах даем больше денег. На самом деле они обворовывают и рабочих, потому что рабочие потом дойдут до пенсии, а у них ничего, никаких от них не поступало, от их предприятий наверх никаких поступлений, и они права на пенсию не получают. То есть это самое настоящее преступление, и 30% наших капиталистов просто преступники с точки зрения нынешних буржуазных законов, они грабят людей, а люди, так сказать, участвуют в этом преступном сговоре, сами рабочие, вот не надо участвовать в этом преступном сговоре, точно так же, как каждый, кто идет на сверхурочную работу, он не обязан навести сверхурочную работу, и у нас вообще ограничены трудовым кодексом сверхурочные работы, и за этим надо же следить профсоюз, что без согласования с профсоюзом не надо идти на профсоюз, вот у нас сверхурочные работы, или сверхурочные работы позволяют выкинуть еще часть товарищей, а других заставить работать в два раза больше. И эта работа в два раза больше приводит к тому, что жизнь становится в два раза короче. И мы знаем такие случаи, когда человек не может доработать до пенсии. Вот, например, руководитель «Единой России» в городе Ярославле и в Ярославской области, в Ярославском субъекте федерации, увидев, прочитав материалы по пенсионной реформе, заявил, да вы что, с ума сошли? У нас же прогнозируемое время жизни рабочих 65,4 года. Да. Если это будет реформа принята, это значит, что у нас вообще никто не получит никакой пенсии из рабочих. И эта картина, как вы понимаете, не только по Ярославской области. Эта картина в целом вообще по России. То есть команда «Медведева» решила умертвить вообще рабочих, как только они перестают работать. Пока вы работаете, ну, с вас берут, так сказать, бешеные средства, потому что я уже говорил, час работаете, себе на зарплату, а остальные семь часов на капиталистов. А потом получается так, что когда вы уже ослабели, заболели, вас просто выбрасывает, и вы никому не нужны. А до пенсии в основной массы не доживет. Вот если сейчас картина такая, что доживает до пенсии 10, 10% не доживает до пенсии женщин, и 40% не доживает до пенсии мужчин. Сейчас, при нынешнем сроке пенсионном. А если пройдет то, что затеял господин «Медведев», значит, 20% женщин будет не доживать до пенсии, и 60% мужчин. То есть умерщвляет народ России трудовой. Вот что происходит на сегодняшний день. И если мы говорим, вообще нужны профсоюзы, чтобы бороться систематически за улучшение положения работников, сегодня профсоюзы нужны, и для того, чтобы организовывать борьбу за спасение жизни работников. Вот, например, сейчас, если эти меры будут приняты, единственное спасение будет в том, чтобы добиться сокращения рабочего дня. Этого добиться можно. Причем это можно добиться на каждом предприятии по отдельности. Вы выставляете требования, скажем, повышения уровня реального содержания зарплаты, вот как я уже говорил, повышение на индекс инфляции плюс 5% сверху этого. Требования оснащения вашего производства современным оборудованием, обновления технического, 2. И третье требование – улучшение условий труда, потому что, или возвращение тех льгот, которые отняты с помощью системы СОУД. Эти требования все законны. В коллективном договоре, может быть, все это записано, записано, может быть, только то, что лучше для рабочих, а то, что хуже, не может быть записано в коллективном договоре. Так гласит закон. Поэтому вы выставляете такие требования, проходите всю процедуру. Процедура расписана в Трудовом кодексе. Я очень рекомендую товарищам, которые думают, что они защитники рабочих, и рабочим, которые думают, что они борются, первым делом прочитать, чтобы знать, по каким законам у нас действуют капиталисты и государства в нашем российском обществе. Если вы не будете читать Трудовой кодекс, то вы не сможете его использовать. Если вы не сможете его использовать, вы будете проигрывать. По этим законам, скажем, если вы прошли процедуру забастовки, это выставление требований. После выставления требований идут примирительные процедуры, а именно примирительная комиссия. Потом рассматривается вопрос о приглашении посредника, потом о трудовом арбитраже. Обычно это окончается писанием бумаг, а примирительная комиссия проходит. После этого надо снова собирать конференцию и выставлять требования. Уже эти требования выставлять как окончательные, то есть по этим требованиям, по которым шло обсуждение, примирительные процедуры. Они, как правило, не меняются. Но определяется форма забастовки, скажем, забастовка бессрочная, в форме не полного прекращения работы, а прекращения работы в течение двух часов в смену. Это значит, что вы вместо восьми часов будете работать, шесть часов будете позже вставать, позже приезжать на работу, не мучиться в метро и в общественном транспорте. И раньше приезжайте домой, увидите свою семью и сможете погулять, отдохнуть, почитать книги и провести то, что надо, связанное с организацией борьбы, то есть осуществлять необходимую профсоюзную деятельность. Некоторые товарищи, которые увлекаются профсоюзной деятельностью, может быть, это несколько выпирают на первое место и думают, что одним профсоюзом обойдешься. Конечно, если вы посмотрите на то, что делает буржуазия, то вы увидите, что буржуазия прежде всего занимается организацией партийной жизни, политической жизни, потому что партия – это авангард класса, а буржуазная партия – это авангард класса буржуазии. Партия рабочего класса – это авангард рабочего класса. Если вы хотите побеждать, значит, вы должны, кроме профсоюзной организации, которая, так сказать, соединяет всех работников, большинство их, вы должны иметь обязательно и партию свою. Поэтому нужно иметь весь арсенал средств борьбы. Поэтому я вас приглашаю в рабочую партию России, она своей задачей ставит и организацию профсоюзной борьбы, и создание профсоюзов, и вхождение, скажем, в профсоюзное объединение, и в то же время необходимые и политические действия, и идеологическую борьбу, без которой без разъяснения ситуации, без обучения рабочих нельзя выиграть в такой сложной борьбе, которую приходится вести против капиталистического буржуазного класса. Вот, если кратко отвечать на поставленный товарищем вопрос для фонда рабочей академии, то я вот на этот вопрос ответил. А сейчас я хочу сказать в заключение, что если бы этот вопрос был такой абстрактно-теоретический, или просто вопрос на изучение, на обучение, то это было бы не так плохо. Но сейчас это вопрос, вот в связи с той отвратительной инициативой, которую предпринял правящий класс по уничтожению работников России, сейчас это вопрос жизни и смерти работников. Сегодня этот лозунг должен быть для всех – укрепить свои профсоюзы, переизбрать руководство, если оно бездействует своей профсоюзной организации. Если профсоюзной организации нету, создать. Три человека нужно для создания профсоюза. Если вы её создаёте, вовсе не надо бежать к работодателю и сообщать, что вот мы создали профсоюз. Вы собираетесь бороться? Ну и набирайте силу. Пишите проект коллективного договора, обсуждайте свои дела в коллективе. Не торопитесь, так сказать, выходить на борьбу с капиталистами, потому что сначала надо набрать мускулы. Вот наступило такое время, когда нужно укрепить и партию рабочего класса, и создать свою, и перевести её из находящегося в становлении, в партию, которая находится в самом центре борьбы за интересы рабочего класса, и профсоюзы. Вот профсоюзы, надо, чтобы они активно входили в Федерацию профсоюзов России, которая участвует в деятельности Российского комитета рабочих, проводит семинары по организации рабочего движения, которая приняла программу коллективных действий профсоюзов, выражающей коренные интересы работников современной России. То есть, как выяснилось, и вся та наша жизнь есть борьба, и улучшение положения рабочего класса есть прежде всего дело рук рабочего класса. А я вам могу сказать от лица интеллигентов и людей образованных, в том числе и научно образованных, так что помощь рабочему классу со стороны интеллигентов самого разного плана, начиная от тех, которые являются айтишниками, и тех, которые являются экономистами, юристами, историками, эта помощь будет всячески оказана. Что касается ресурсов Фонда Рабочей Академии, и нынешнего канала, на котором вы смотрите эту передачу, это канал Фонда Рабочей Академии. У нас еще имеется сайт Фонда Рабочей Академии, один основной, есть сайт Фонда Рабочей Академии в Москве, Московского отделения Фонда Рабочей Академии, есть сайт в Майкопе, в Краснодарском крае соответствующий. У нас есть три газеты «Народная правда» за рабочее дело и газета «Правда труда», которая является рупором рабочего класса, рупором рабочих, организованных в профсоюзах и в партию. Поэтому у нас есть все необходимое для того, чтобы иметь успех и иметь победы в классовой борьбе за улучшение интересов работников. Дело только за тем, чтобы эту борьбу организовать. Желаю успехов в этой борьбе. Продолжение следует...